Привет, это Аксамита, это новая «Пятиминутка о главном». Я всех приветствую, благодарю вас за вашу поддержку. Я знаю, что многие уже ждали эту «Пятиминутку». Я с радостью делюсь с вами моими последними мыслями, соображениями на сегодняшний день. Совсем недавно на днях я принимала участие в одном ток-шоу, и оно посвящалось помощи женщинам преодолеть эмоциональные качели, эмоциональные стрессы, в которых сегодня находятся очень многие люди. И там я услышала фразу, и я бы хотела сегодня с вами поразмышлять о ней. Одна участница сказала, я не беру на себя роль адвоката Бога. Другими словами, когда люди задают вопрос, почему это происходит, вот она говорит, это не моя роль защищать Бога. И я думаю об этом, и я хочу, вот знаете, если можно так конфронтировать этому утверждению, именно для тех людей, которые понимают, о чем я говорю, а я знаю, что нас много. Это люди, которые однажды пришли к Богу. Это люди, которые однажды встретились с его реальностью, с его любовью, с его силой, с его могуществом, с его присутствием. Это люди, которые посвятили ему своей жизни. Скажите, друзья, если не мы сегодня, кто для неверующих людей, для людей далеких от Бога сможет объяснить, что происходит? Если и мы встанем в один строй с этими кричащими голосами агонии, несправедливости, отчаяния, бессилия, гнева, и будем точно так же говорить, мы не адвокаты Бога, мы не знаем, что происходит, мы не знаем, почему, или еще одна фраза, ну, христиане не спрашивают, за что. Христиане говорят, для чего? Так вот, представьте себе, твой ребенок попал в конкретную халепу, он не делал то, что ты ему сказал, он не воспользовался твоими предупреждениями, предупреждениями, он полез, например, в розетку, его тряхнуло, он приходит к тебе и говорит, за что, или, ну ладно, мамочка, или папочка, для чего это мне? И ты говоришь, сын, во-первых, это сделала не я, во-вторых, я предупреждала тебя, в-третьих, иди ко мне, я тебя утешу, я тебя обниму. Любимые, драгоценные мои братья и сестры, сегодня в этом мире происходит очень много жесткого, несправедливого, много зла. И кто, если не мы, объяснит людям, что происходит? Если мы четко не расскажем им, не покажем им картину нашего Бога, каким образом мы покорим народы вере? Каким образом мы приблизим людей к Богу? Если мы не объясним им, что Бог – это абсолютная любовь, добро, создавший людей для себя, для прекрасных целей, для прекрасной воли, но люди отступили от Него, и есть такое понятие, как события и последствия, есть такое понятие, что люди избирают зло. Бог обеспечил для них доступ к нему, к его защите, к его покрову, к его любви. Но что, если человек сознательно отступает? Что, если человек сознательно отдает свое тело, свои мысли, свое воображение, свой язык, свою силу, силе зла и врагу душ человеческих, через них происходит вот это зло. И, дорогие, нам надо это объяснять людям. Да, нужно сочувствовать, да, нужно разделять боль, но драгоценно, если мы оставим людей в таком состоянии, да, терпи, испытывай боль, это нормально, и мы не ответим им на главный вопрос. Есть тот, кто может забрать эту боль. Есть тот, который приготовил для вас вечное продолжение. Тогда, друзья, мы не выполняем свою роль. Мы должны быть теми, кто поднимется сегодня через средства массовой информации, через личное общение, через социальные сети и скажет, я знаю моего Бога, я знаю его почерк, я знаю его сердце. То, что происходит сейчас, это не его рука, это последствия людей, которые отдали себя в распоряжение злу, в распоряжение сатане. Однажды этому придет конец, но все будет усиливаться, все будет нарастать. Друзья, нам нужно сказать смело, я знаю своего Творца, я знаю своего жениха. Я помню, когда мы начали встречаться с моим мужем, и мы узнавали друг друга, мы общались практически каждый день, а особенно последние полгода, когда мы готовили нашу свадьбу, это на самом деле был роскошный, потрясающий праздник для 120 гостей. Мы знали друг друга, и если бы кто-то мне сказал что-то про моего жениха, я бы сказала, нет, это не он, я его знаю, я с ним, я вижу его, я слышу его. Драгоценное пришло время для церкви сегодня разобраться с тем, действительно ли мы знаем нашего жениха, действительно ли мы понимаем, что происходит. И да, сказать, я буду адвокатом моего бога. Я не позволю, чтобы дьявол сейчас бросал свою ложь на неверующих, и тем более даже на верующих, и осквернял образ моего бога, который любит людей, который сделал все, чтобы сегодня предоставить людям доступ к спасению, к исцелению, к исцелению даже от самых жутких потерь, к восстановлению и к чудесам. Вот кто мой бог, вот какое нам поручение дал Господь. Поэтому, дорогие, пожалуйста, пусть ничто сейчас вас не соблазнит идти вот этим путем просто такого сочувствия и оставлять людей в их болях и травмах с непонятным, мистическим, непредсказуемым и далеким богом. Он не такой, он не такой. И давайте кто-нибудь об этом расскажет миру. Спасибо, дорогие. До встречи. В новых пяти минутках я напоминаю, что мы уже начали собрание нашей церкви здесь, в Киеве, христианская церковь «Доятель жизни». Если вам интересно, если вы хотели бы присоединиться к нашей духовной семье, пишите, пожалуйста, личные сообщения. Ну и также, конечно же, любые комментарии, репосты. Я очень благодарю вас за поддержку. С Богом!